Сегодня я хочу приготовить гороховый суп. Поэтому здесь у меня есть гороховая крупа, также есть картофель, морковь, лук. Также я буду готовить техтели. Для них у меня здесь есть тоже фарш, лук, морковь, рис. И буду еще готовить картошку, потому что у меня здесь много картофеля. Буду готовить картошку типа как рагу, но немножко там по-другому она готовится. Для нее мне нужен будет баклажан, картофель, болгарский перец, лук, морковь и томатная паста. Взяли по акции, поэтому большую баночку. Вот. и всякие разные еще специи. Соль, там, перец, масло еще понадобится. Вот. Так что сейчас будем начинать готовить. Так. Начать я хочу с овощей. Нужно их помыть, почистить. поэтому сейчас займусь овощами. значит, я уже помыла все овощи. у меня это картофель, у меня это картофель, болгарский перец, морковь, баклажан и лучок. Вот. Так что можно начинать нарезать все овощи. Значит, сейчас я хочу параллельно поставить вариться рис на тевтеле. Буду убрать стакан. Значит, рис я промываю один раз. Все. И теперь ставлю на огонь его горится. Рецепт. 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 Значит, я уже приготовила лук, картофель нарезала, морковь, тут перец болгарский и баклажаны. Вот. Так что уже все готово. Рис тоже уже отварился. И я уже поставила вариться горох. Это будет у нас гороховый супчик. картофель. залила водой, чтобы был покрыт. И теперь ставлю его вариться. и подкрыт. И подкрыт. И подкрыт. И подкрыт. к моркови и луку я добавила болгарский перец и здесь вот отделила морковку с луком это у меня пойдет на суп и на фарш для чехтели это с болгарским перцем это у меня пойдет на картошку и на подвиски для чехтели значит я опять разделила зажарку на две части и теперь к оставшейся части я добавляю все баклажаны значит заправка для картошки у нас уже готова и здесь сейчас готовится подливка для тефтелей здесь у меня также лук морковь перец молгарский и я добавила тоже пару столовых ложек томатной пасты кипяченой теплой воды и посолила по перчим немножечко протушила и все в принципе она готова все я поставила варится картофель и здесь у меня параллельно готовится суп значит горох уже готовый так как у меня это мясо курицы ну крылышко она уже тоже отварилась готовила я минут 20 варила это крылышко все теперь сюда мы добавляем картофель у меня стаканчик получился просто вот так вот кубиками нарезан и варим теперь до готовности картофеля значит сюда я добавляю часть зажарки делю напополам половину у меня пойдет в этот фарш для тефтелей а половинку я отправляю сюда половинку осталось перемешиваем также параллельно здесь у меня закипел картофель я уменьшила огонь и теперь варю его до готовности значит картофель у меня полностью приготовился и я готовому картофелю добавила вот этот вот соус с овощами который мы приготовили теперь немного перемешиваю кстати картофель не полностью готов такой-то наполовину приготовлен но держит форму это для того чтобы сейчас он у нас не превратился все теперь в таком виде нужно вернуть это все на огонь и хорошенечко протушить значит я сейчас начинаю готовить тефтели для них мне понадобится такой фарш яйцо рис у меня уже приготовленный зажарка и мука для того чтобы обваливать тиктенку но также там соль и специи по вкусу тут я соединила фарш рис зажарку и теперь нужно хорошо все это посолить добавим перец и одно яйцо все теперь начинаем формировать тефтельки руки я смочила водой чтобы фарш не прилипал чтобы фарш не прилипал и фармируем такую тертельку я буду обваливать муке и прямо здесь пока что буду оставлять все обжариваем на масле тиктель теперь я выкладываю все тефтельки вместе соусом и я поставила еще немного протушиться тефтельки значит у меня тут готовы уже тефтельки очень вкусно пахнет аппетитненько далее гороховый супчик мы уже пробовали очень вкусный получился и здесь еще картошка которую я готовила тоже безумно вкусная и